Девять вечера в регионе. Эфир России 24 продолжает вести Ульяновск. В студии Артем Петров. Здравствуйте. Новое оборудование, которое поможет спасать жизни, как снизить смертность от дорожно-транспортного травматизма. Инициативы, которые помогут развить гражданское общество, в регионе поддержат некоммерческие организации. Какие проекты представлены на грантовый конкурс. А также важно не только знать историю края, но и интересно о ней рассказывать. В областном центре началась подготовка волонтеров туризма. В снижении смертности от дорожно-транспортного травматизма должно помочь новое оборудование. Современная техника поступит в областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи. Именно в этой больнице спасают жизни людей, попавших в ДТП. Оборудование предназначено для лечения экстренных пациентов. Вопросы оснащения отделения вместе с медиками обсудил глава региона. В этом году в рамках сразу двух нацпроектов в медучреждение поступило современное оборудование. Например, специальный прибор, который поможет проводить рентгенобследование прямо во время хирургического вмешательства. Есть планы по оснащению противошелкового блока и на 2021 год. В противошелковом блоке, конечно, является важным при наличии операционного стола. В том числе подчеркну, что для полноценной работы С дуги необходим рентген прозрачный стол. И вот как раз в этом году мы его будем также приобретать для того, чтобы максимально сделать эту помощь профессионально и высококвалифицированной. Операционная лампа, аппараты вывел для того, чтобы сохранить жизненно важные функции. Противошелковый блок был организован в 2010-м. Здесь оказывают помощь в самых тяжелых случаях, когда счет в борьбе за жизнь идет на минуты. Общая стоимость оборудования, которое намерены закупить в этом году, составляет 25 миллионов рублей. Однако региональные власти не исключают возможности увеличения этой суммы. Более 150 некоммерческих организаций с самыми разными социально значимыми инициативами в эти дни борются за губернаторские гранты на развитие гражданского общества. Презентация проектов уже позади. Впереди несколько недель ожидания, кропотливая работа экспертов, подписание договоров и новые, полезные для каждого начинания. Яна Федорищева продолжит. Их команда собралась три года назад из неравнодушных, кто не мог оставить пожилого человека один на один с самим собой. Многим людям просто дома жить как бы скучно. Настолько, что даже речь забываешь. У нас уже сейчас около 130 человек и мы можем еще принять. С 2018 года они реализовали уже три программы «Пункт здоровья», «Путевка в активную жизнь» и новый уникальный для области «Пилотный детский сад для серебряной молодежи». Вот даже, знаете, заниматься йогой. Вот, может, понимать, что я, когда я слою это, тренирую, я могу йогой заниматься. Ничего, все, занимаюсь. Тренажерный зал эти постояльцы давно воспринимают как должное. А еще аппаратный массаж, парафиновые ванны. Редкая даже для крупных реабилитационных центров адаптивная физкультура и новинка – кедровая бочка. Пар насыщен травами и эфирными маслами. Лауреатов конкурса региональных грантов на развитие гражданского общества в этом году – 163. В основном это социально направленное НКО, к тому, до чего еще не успела дотянуться инициатива власти. Все активнее подключаются общественники. 25 миллионов из регионального бюджета будут разыгрываться как раз в поддержку тех некоммерческих организаций, которые представят самые эффективные и самые полезные идеи. Яна Федорищева и Антон Дурнов. Вести. Ульяновск. Гостеприимный Ульяновский мистический Симбирск стартовала первое в этом году обучение туристических волонтеров. На первом занятии второго потока будущим волонтерам рассказали о том, как сделать экскурсию интересной. Лайфхаками поделились авторы проекта «Анатомия Симбирска». Проект существует уже три года и уже разработано около 20 экскурсионных маршрутов. Одна из самых концептуальных экскурсий, наверное, это круги ада, которые проходят в парке Дружба народов. Мы совместили здесь и интерес к Данте, к произведению Данте, божественной комедии, и интерес к старому наследию Советского Союза. И также вот непосредственно включили это само пространство. Кроме того, сюда мы включили еще и мифологию народов, мифологию, такую инфернальную мифологию, которая связана с темой ада. По словам историков, Симбирская земля – непаханное поле для авторских экскурсий. И помимо хорошо сохранившегося архитектурного фона, наша малая родина предлагает немало интересной исторической фактуры. Одна из самых, наверное, интересных легенд, не легенд даже, это факт, то что у нас был человек Яков Яров, и его признали как колдуна и сожгли в Срубе в нашем городе. Это было последнее сожжение колдуна в России. Мы готовим молодых ребят, даже не только молодых, а все-таки всех желающих, которые хотят все-таки узнать больше о городе, о достопримечательностях нашего любимого края. Ну и, конечно же, побольше все-таки узнать о таких интересных историях, которые они могут рассказать нашим уважаемым гостям. Возраст и специальность у волонтеров разные, а вот интерес к истории родных мест одинаково жгучий. Светлана Абулгазина – домохозяйка. Свободное домашних забот время посвящает любимому делу. Очень хочется привлечь туристов из других регионов именно в наш, чтобы показать нашу красоту, нашей природы, нашего края. У меня есть время и есть желание и помочь, и узнать что-то новое, и вот и быть полезным. К слову, Центр туристских волонтеров готовит добровольцев и в сферах медиа, навигации и трансфера. Уникальная выставка, посвященная графине Анне Федоровне Тютчевой, открылась в детской областной библиотеке. Межмузейный проект уже побывал в Уфе и Оренбурге, ждут его и в Самаре. Но теперь выставка предстанет на суд ульяновского зрителя. Так звучали мелодии войны и мира Анны Тютчевой. В одном названии этой мультимедийной экспозиции заключена вся жизнь самой русской графине, рожденной в Мюнхене. Во всех нас очень мало преданности, очень мало участливости и полное отсутствие сердечной простоты. Судьба отведет Анне целых 13 лет при российском дворе. Но это будет не ее выбор, скорее воля родителей. Долгожданная возможность покинуть золотую клетку случится лишь после венчания с известным на всю Россию. Публицистам, издателям и поэтам Иваном Аксаковым. Мы как-нибудь предпримем вместе путешествие по России. Надо, чтобы вы увидали Россию, как она есть. Аксакова – это Россия, это природа, это любовь, взаимопонимание, уважение. Литературная слава Канне Тютчевой придет с первой и единственной работой. Историография царской жизни в момент, когда страну охватывали нешуточные баталии Крымской войны. Сегодня именно она – цвет русской мемуаристики. Мы должны познавать историю не только через ее события, но и через личности, которые делают нашу русскую историю. Анна Федоровна – удивительная личность. Прикоснуться к истории на мгновение, оказаться при дворе сразу двух российских императоров теперь можно в одном месте. В детской областной библиотеке выставка экспонируется до 30 апреля. Яна Федорищева и Михаил Державин. Вести. Ульяновск. Год науки и технологий. Каким будет вклад Ульяновской области? Как развиваются наши инновационные предприятия? Сегодня гости программы «Тема дня» – депутат Государственной думы Владимир Кононов и директор областного агентства технологии Вадим Павлов. Смотрите актуальные интервью уже через минуту. Ну а у меня на сегодня все. Спасибо, что были с нами. Увидимся. В ближайшие сутки атмосферное давление существенно не изменится. Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами небольшой снег, днем снег – мокрый снег. Ветер ночью западный, днем юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью по области от 5 до 10 градусов мороза. В Ульяновске – минус 8, минус 10. Завтра днем по области от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. В Ульяновске – 0, минус 2. На дорогах гололедица.